Здравствуйте! С вами вновь сервисный центр Доктор Кофе Машин. И сегодня мы поговорим о ремонте кофе машины Мелита. Ну, точную модель, я думаю, тут, наверное, нет смысла называть. Это Мелита Кафе Пассионы. Ну, их несколько моделей, но вот визуально они выглядят примерно одинаково. Ну, и устройства у них схожие там за разными мелочами. Итак, что по этой кофе машине мы будем делать? Мы будем в ней менять дренажный клапан. Здесь машина уже, ну, практически полностью разобрана. Разбирается и собирается она не просто. Не стал я снимать именно разборку кофе машины, я буду снимать ее сборку. То есть, ну, соответственно, разборка будет производиться в обратном порядке. Но я думаю, вам тут и так все это будет понятно. То есть, если мы видим сборку, то и разборку мы проведем, ну, соответствующим образом. Итак, то есть, здесь уже я с кофе машины демонтировал верхнюю часть. Чтобы добраться до дренажного клапана, нужно приложить очень много усилий. Расскажу, зачем именно вот так вот это все делать. Видео будет не коротким. Итак, зачем нам полностью кофе машину разбирать, чтобы заменить дренажный клапан? Потому что многие скажут, те, кто немножко не в курсе, те, у кого нет опыта, многие скажут, что вот здесь находится сервисный вичок на винтах. Вот такой. Что, мол, мы его откручиваем и можем старый дренажный клапан убрать и новый поставить. Но, есть определенное но. Мы вот видим, в каком состоянии редуктор вокруг дренажного клапана. Мы видим, что там все в остатках кофе, там и плесень была. То есть, здесь еще относительно чисто. То есть, большую часть загрязнения именно, которые кусками тут висели, я это все убрал. То есть, тут хотя бы сейчас видно дренажный клапан. Вот. И, значит, если мы дренажный клапан будем менять отсюда, во-первых, есть, ну, велик риск его повреждения, когда мы будем старый доставать, новый ставить, его неудобно таким образом менять. И плюсом, вокруг него мы толком ничего прибрать не сможем. Вот. Все вот это, вот это нужно отмывать, убирать, именно снимая редуктор. Поэтому, вот, менять через этих заварочного устройства дренажный клапан, это, ну, просто какие-то непонятные игры, и оно, ну, хорошо для машинки не будет. Поэтому нужно нормально снять редуктор, все там вычистить и спокойно поставить новый дренажный клапан. Итак. Чтобы нам из машины вытащить редуктор, что нам нужно? Сначала, ну, если вкратце, мы снимаем верхние крышки, снимаем отсек для зернового кофе, снимаем кофемолку, после чего перемещаемся ниже. Вот так. И у нас начинается самое интересное. Мы отстегиваем часть проводов, часть разъемов от платы, запоминаем, как они были подключены. Ну, тут сложно что-либо перепутать, но на всякий случай, вот, лучше это все дело запомнить. Итак. После чего мы откручиваем крепежные винты помпы, чтобы у нас помпа тоже отошла. И только после этого мы можем извлечь редуктор вместе с дренажным клапаном. И это все равно процесс довольно-таки сложный. Вот. Мы видим вот такую красоту. То есть, все сыпется, все в грязи. Если мы обратим внимание на нижнюю часть редуктора, это, по сути, дренажный... Ну, это нижняя часть дренажа. Тут все грязное. То есть, если бы мы пытались менять дренажный клапан через отсек для заварочного устройства, мы бы вот это все нормально бы не вычистили. Ну, и имели бы машинку вот с запахом прелой картошки, о чем я уже на прошлых видео иногда говорил. И с плесневелым кофе. Ну, фактически, рядом с зоной приготовления напитка. Ну, это же плохо. То есть, значит, соответственно, нам нужно машинку разбирать и менять клапан вот так. Также, если мы заглянем внутрь кофемашины, скажем так, немножко... Мы там видим тоже очень много грязи. То есть, это все плохо. То есть, ну, вот я просто вытащил из нее редуктор. И, ну, вот... В общем, это все надо убирать. И чтобы это убрать нормально, корректно, адекватно, нужно машину разобрать практически полностью. То есть, ну, все с нее фактически снять. И только тогда мы получим доступ к внутренним отсекам. Все вычистим и все сделаем правильно. Ну, по самому клапану. Вот мы видели, что я вытащил заварочный узел. Редуктор у нас полностью отцеплен от кофемашины. Значит, по извлечению самого клапана, что мы делаем? Ну, сначала снимаем вот эту трубку. Она нам понадобится. Это трубка, через которую в дренаж сбрасываются остатки воды и кофе после приготовления напитка. Дальше, что мы делаем? Мы подцепляем пружинку. И ее убираем. После чего опускаем нижнюю часть. После чего вот здесь, вот в этих двух местах, мы видим ножки. Ну, на видео их не видно, но если у вас будет в руках редуктор, вы их увидите. И подгибаем их немножко внутрь. После чего пытаемся среднюю часть сдвинуть вниз. Она тут вся в грязи, в плохом состоянии. Поэтому аккуратно ее смещаем. Пытаемся, по крайней мере. Ножки эти нужно подогнуть хорошо. На камеру это делать несколько неудобно, но я постараюсь это вам показать. Вот так. Все, мы сместили вниз нижнюю часть дренажного клапана. И теперь аккуратно подцепляем верхнюю. Все. Мы его извлекли. Под ним там тоже грязи полно. Вот. Но это мы все будем чистить. По самому дренажному клапану. Что у нас тут с ним приключилось? Ну, из него была видна течь. Из корпуса, скорее всего, он мог лопнуть вот здесь. Конкретно трещины я визуально не вижу. Но если я его опрессую, то, соответственно, я сразу увижу, откуда из него бежит вода. Но, в принципе, мне даже это и не важно. То есть, я знаю, что он неисправен. Соответственно, его нужно заменить. И машинка у нас заработает. Поэтому вот это мы убираем в утиль. Вот. А вот это новый клапан оригинальный. Мы будем ставить. Также хочу отметить, что у клапанов, ну, этот клапан, он конкретно от кофемашины Bosch Siemens. Да, он подходит на некоторые модели старых Melit и Nivon. Но у них, у этих клапанов, есть небольшое отличие. Вот в этих местах. Вот. И вот. Одну секунду. Итак, продолжаем. Вот. Дренажные клапана. Чем они отличаются? Конструкция верхней части такая же. Нижней почти такая же. Только здесь вот такая форма. Именно окончание дренажа. А здесь вот такая. На самом деле, можно поставить на замену родного клапана, что такой, что вот такой же. То есть, они и есть клапан Bosch Siemens, есть Melit and Nivon. Ну, на самом деле, можно поставить и такой клапан. Сюда также надеть трубочку, которая вот здесь находилась. И разницы не будет абсолютно никакой. Поэтому вот я буду ставить обычный оригинальный клапан Bosch Siemens. Это без разницы. Это чтобы, когда вы будете менять эти клапана, если заказали башовский клапан, чтобы вы не пугались, что у него окончание вот это другое. На которое надевается вот эта вот трубка. То есть, она просто на него надевается и все. Вот. Итак, что мы сейчас будем делать? В первую очередь, нужно вот эту вот всю каку отмыть, привести в порядок. И потом уже, соответственно, ставить клапан. Тут вот все привести в порядок. Я сейчас видео остановлю. Все вот это приберу и включу снова. То есть, для вас буквально мгновение. Для меня тут полчаса работы, наверное, если не больше. Итак, продолжаем. Был отмытый редуктор. Внутри тоже все отмыто. Как и должно быть отмыто. То есть, сейчас все чисто. Это все-таки пищевое оборудование. И мы можем двигаться дальше. А конкретно ставить клапан. Теперь, как я уже говорил в прошлых видео, что я делаю перед установкой дренажного клапана. Я немножечко вот сюда силикончика мажу. Вот сюда. С этой стороны. С этой стороны. И вот здесь чуть-чуть. Буквально, чтобы его было тут немножко-немножко. Вот эти направляйки. Я их чуть-чуть смазываю. Еле заметно. Теперь берем, собственно, сам клапан. Его прикладываем к редуктору. Нижнюю его часть опускаем. Напоминаю, вот нижняя вот эта часть. Она должна быть вот так. Не вот так, не вот так. А именно вот так. Теперь немножко смещаю ее вниз. И аккуратно завожу сначала верхнюю часть в редуктор. Вот так. Все, она пошла. Теперь поправляю нижнюю, чтобы не погнуть шток. Вот видно его металлический шток. Он гнется легко. Его, чтобы не погнуть. Потому что это будет фатально. Щелк. Клапан встал на место. Нижняя часть на месте. Теперь мы ее защелкиваем. Щелк. Все. Поднимаем нижнюю. Вот она. И теперь нам осталось поставить под низ пружинку. Сейчас я возьму пружинку. Она идет в комплекте с клапаном. И мы ее ставим вниз. Замена клапана на этой машине очень и очень непростая. В плане демонтажа и всего прочего. Поэтому, если нет таких навыков, лучше всего это все-таки доверить профессионалам сервисного центра. Но, если есть желание попробовать и нет боязни убить дорогую кофемашину, можно попробовать и самостоятельно. Вот клапан поставлен. Теперь, что мы делаем. У нас уже отмыта нижняя часть редуктора. Теперь мы это все дело совмещаем. Зачем производитель сделал подобные усложнения на редукторе внизу? Ну, я не знаю. Якобы. Ну, скорее всего, чтобы закрыть нижнюю часть редуктора. Чтобы там все было более... Ну, чтобы все выглядело более цивильно. Но здесь грязи скапливается очень и очень много. Поэтому, ну... Я бы сказал, что это негативный момент в данных машинах. Сейчас тут все отмыто, все чистенько. Теперь, что мы дальше делаем. Берем редуктор. Надеваем на переднюю часть клапана трубку. Она также хорошо держится. Никаких проблем тут нет. Почему я и говорил, что можно хоть тот, хоть этот клапан ставить. И теперь мы надеваем нижнюю часть на редуктор. Вот так. То есть трубка отсюда, идет сюда. И потом отсюда сбрасывается в поддон. Все. У нас, грубо говоря, дренажный клапан в редукторе заменен. И теперь, что нам дальше делать? Ни в коем случае не забыть про захват дренажного клапана. Как он ставится? Он ставится вот так. Вот таким образом. Все. Теперь мы можем это все дело интегрировать обратно в кофемашину. Каким образом мы это будем делать? Вот заранее, извиняюсь за качество съемки, тут всего много. Со светом тоже сложно. Это нужно несколько осветителей. Но у меня стола на это не хватит. Вот поэтому. Ну, я думаю, все равно тому, кому это интересно, тот разберется. Тому будет относительно хотя бы понятно. Итак, что мы делаем? Нам сейчас нужно вот эту вот трубку вывести. Вот она. Она конкретно идет к дренажному клапану. Берем уплотнитель родной. Он нормальный. Надеваем на трубку, смазываем пищевым силиконом. Об этом забывать нельзя ни в коем случае. Я уже все это рассказывал, объяснял. Так, после этого, сейчас я найду скобку с этой трубки. Нашел. Вот скобочка. Эта машина уже была частично разобрана до начала съемок. Ну, это я уже все говорил. Теперь будет довольно интересный и творческий, занимательный процесс. Надо будет вот сюда, в это отверстие, воткнуть вот в эту трубку. И еще и скобкой зафиксировать. Это весело, непросто. Нужно как минимум три руки. Но, если все делать по уму, то можно обойтись и двумя. Даже не очень прямыми. Все. Скобка там. Шланг зафиксирован. Уплотнитель стоит, про который забывать тоже нельзя. Теперь, дальше, снова такой момент. Нужно очень аккуратненько редуктор вкорячить, извиняюсь за сленг, в кофемашину. Поправляем снизу, чтобы вот эта чудесная нижняя площадка зачем-то, блин, тут сделанная производителем, вошла. Плату, конечно, можно отцепить полностью, но... Ну уж совсем разбирать кофемашину я что-то как-то не захотел. Так, одну секунду. Итак, после нескольких ругательных слов, которые я на камеру произносить не хочу, редуктор у нас встал на место. Его просто неудобно было на камеру вот туда запихивать. Пришлось камеру отодвигать, передвигать машинку и ставить его на место. Вот, он еще с той стороны не прикручен, но уже частично зафиксирован в пазах самого корпуса. Вот, это тоже нужно смотреть. Теперь, что нам делать дальше? Как нам быть? Нам сейчас нужно обратно зафиксировать помпу. Вот она, помпа. Замена помпы тут тоже процесс веселый, творческий. Сейчас мы ее постараемся поставить на ее законное, так сказать, место. Одну секунду. Итак, продолжаем. Отвлекли, извиняюсь. Помпу поставили на место, прижали. У нее внизу пластиковая скоба, в ней отверстие под винт. Закручиваем туда винт. Он, скажем так, одну секунду. Вот, сейчас вкрутим. Зафиксируем немножко помпу, хотя бы в нижней части. Все. Теперь в верхней части два винта. Один вот сюда. Ну, там плохо видно, но отверстие вы видите. Второе отверстие вот здесь. Вот здесь. Тоже туда вкручиваем винты. Также прошу не путать винты. Они есть светлые, либо нержавеющие, либо хромированные. И есть винты черные, то есть оксидированные. Не путайте, пожалуйста, их местами. Это, ну, некрасиво будет, если на корпусе кофемашины будут вместо черных вкручены винты светлые. И там, где должны быть светлые винты, нержавеющие, там будут вкручены черные оксидированные, которые у вас заржавеют. Так тоже делать не надо, поэтому запоминайте, записывайте, фотографируйте, откуда какие винты идут, какого цвета. Ну, и это тоже на самом деле. Я считаю, что это важно. То есть, если у вас после ремонта в каком-либо сервисе машинку отдали, а там винты все поперепутаны местами, это тоже сразу говорит об уровне этого сервиса. Ну, соответственно, тоже на это обратите внимание. Итак, помпу мы зафиксировали. Редуктор у нас на месте. Теперь, что нам дальше нужно сделать? Дальше нам нужно кофемолку поставить на место. Вот. Это у нас кофемолка. Кофемолка Башовская, ну, там, с небольшими отличиями, но не суть, в принципе, фактически то же самое. Кофемолку мы ставим на ее законное место. Напоминаю, кофемолка здесь стоит криво. Ну, с завода она вот так стоит, с наклоном. Для экономии места. Вот. Кофемолка у нас была, естественно, от контактов подключена. Теперь нам надо ее подключить обратно. Итак, где у нас тут контакт кофемолки? Что у нас идет? Вот у нас идет красный провод вот в такой изоляции. Он у нас идет на термодатчик кофемолки. Датчик вот ее перегрева. Ну, и термопрезохранитель. Контакт в него один. А второй контакт, это у нас черный контакт. Вот он. От платы. Он подключается сюда. Так, кофемолка из ССА не прикручена. Но контакт уже поставить можно. Вот так. Все, кофемолка у нас, ну, по крайней мере, поставлена на свое место. Сейчас что я сделаю? Я кофемолку вот здесь вот прикручу винтами. Один, два, три. И поставлю снятый кофевод. Он ставится... Ну, это крышка кофевода. Усложнили. Вот, да нельзя. Зачем? Вот вообще, вопрос вопросов. Так. Сейчас я его на место аккуратно поставлю одной рукой. Ну, делать это все-таки неудобно. Вот. Все. Кофевод на месте. Он тоже прикручивается винтами. То есть кофемолка и кофевод. Ну, сначала снимается кофевод, потом кофемолка. И, соответственно, это все фиксируется винтами. Сейчас я это зафиксирую. У меня одной рукой неудобно это делать. И включусь и продолжим. Итак, продолжаем. Кофемолку я прикрутил. Кофевод я прикрутил. Кофемолку я подключил. Что мы делаем дальше? Нам дальше сейчас нужно поставить на место плату. Это тоже такой момент важный и нужный. Нужно, вот когда с платы что-либо снимается, если не запомнили, как оно стояло, лучше всего это сфотографировать. Итак, что касается именно самой платы. Вот я ее на место сейчас поставил. У нее одно крепление сверху, куда мы вкручиваем, соответственно, винт. Они, все здесь винты под торкс, под десятку, поэтому отличаются они только фактически цветом. Вот. Либо серебрист, ну, хромированные. Либо оксидированные, черные. Так, вот этот винт мы вкрутили. Теперь нам нужно вкрутить два винта куда? Вот сюда один и вот сюда второй. Сейчас я их тоже вкручу. Ну, я думаю, показывать, как я вкручиваю винты в отверстие, это, наверное, все-таки не нужно. Это можно догадаться, как это делать и самостоятельно. Так. Так. Один винт вкрутил и второй. И, соответственно, когда я их включу, будем подключать коммутацию к плате. Сначала здесь. Вот этот провод, они оба провода с одинаковыми разъемами и они белые. Так, вот тоже момент сразу. Хочу обратить внимание. Тут уже я сам немножко начудил. Нужно винта слабить. Плату немножко на себя. И освободить этот вот провод. Ага. Вот тоже, можно сказать, сам же на видео небольшой косячок сделал. Что я сделал? Я провода не проложил как надо и один проводочек я платкой зажал. С ним ничего не случилось. У кожуха платы, у пластикового края не острые. Поэтому провод не перебьется и ничего с ним такого не будет. Но, тем не менее, он должен идти-то сверху. Вот здесь. Этот провод должен идти здесь. Этот провод здесь. Вот. Теперь возвращаем плату на место. Снова сейчас притянем все винты. первый, второй, и третий. Иногда бывает, что винты падают на пол, поэтому обязательно обратите внимание, чтобы у вас под ногами был порядок, потому что винт, он может куда-то укатиться. Если под ногами не валяется куча разного хлама, найти его будет намного и намного проще. Итак, вот разъем с двумя проводами. Он ставится сюда. Ну, то есть, я это не фотографировал, я это просто помню. Вот сверху идет разъем, он ставится сюда. Сбоку разъем сюда. Зачем я их отсоединял, чтобы плату можно было отогнуть? Это у нас редуктор. Так. Теперь вот это у нас идет вверх. Этот провод сюда. Синий, он здесь находится. Так. Дальше что, дальше что, дальше что. Это у нас, как я уже сказал, провод идет на редуктор. Мы его прокладываем здесь как надо. Здесь. На редукторе есть выступы. Ну, провода. Так вот. Щелк. Вот. Четко. Он идет у нас здесь. Потом. Это у нас идет счетчик воды. Так. Одну секунду. Сейчас прочитаю, что написано на плате. Ай, блядь. Так. Вот. То есть, чтобы было понятнее. Два одинаковых разъема. Счетчик-то один. А что нам делать-то? А вот около верхнего разъема написано флуометр по-английски. Флуометр это счетчик воды. Соответственно, втыкаем провод флуометра в разъем для флуометра. Все ясно и просто. Вот. Здесь рядом идет разъем. Что там написано? Water level. То есть, уровень воды. Это значит, что сюда втыкается разъем от датчика воды. То есть, который реагирует, в свою очередь, на магнитик в поплавке в бункере воды. Ну, то есть, я о чем говорю, что если вы понимаете принцип работы кофемашины, то вот подключиться, как бы, ну, сложного ничего нет. А вот если вы не понимаете, как она работает, ну, лучше туда и не лезть. Итак, плата зафиксирована. Коммутация у нас подключена. Что мы делаем дальше? Сейчас, после вот этого вот мытья, я все здесь еще раз проверю. А, ну, сразу что можно сказать? Разворачиваем машину и видим вот такую картину. То есть, редуктор-то у нас подключен. Соответственно, дренажный клапан гидросистемы подключен, но винты не вкручены. Поэтому, что мы делаем? А мы вкручиваем сначала винты, которые крепят редуктор к стенке внутреннего корпуса. Винты там идут черные, оксидированные. Это, ну, хоть вроде и зона, где влажность повышенная. Но, тем не менее, видимо, для красоты производитель сделал так, что сюда вкручиваются винты черные. Поэтому не будем спорить с производителем и вкрутим сюда обратно винты, соответственно, черные. Еще раз напоминаю, что не забываем про захват дренажного клапана. Потому что иногда бывает, что уже все установят, а потом хоба, а он на столе лежит. И начинается расстройство. Особенно вот после такого демонтажа, где демонтируется много всего, да практически большая часть внутрянки этой кофемашины. Также процесс, ну, скажем так, процедура эта не дешевая для клиента, к сожалению. Почему? А вот поэтому. То есть вы видите, что и как я делаю. Я это делаю быстро, но потому что это уже некий опыт. Поэтому эта процедура вот в плане сложности, она сложная. И поэтому весьма и весьма дорогая замена дренажного клапана на этих моделях. Опять же, как я сказал, многие, да, меняют дренажный клапан отсюда. Также, пожалуйста, можете, но вы его можете либо повредить, либо установить неправильно. И вы 100% оставите вот здесь вокруг кучу грязи, которую потом, или вы же сами, или тот, кому вы делаете машину, будет и пить, и нюхать. Ну, поэтому это не хорошо. Итак, я сейчас вот эту пластинку тоже, вон, все в грязи. Я ее отмою, сюда прикручу, поставлю уже заднюю стенку, ну, боковую стенку корпуса, ну, и включусь дальше. Итак, продолжаем. Вот я поставил обратно сервисную вот эту вот пластину. Все закрыл, все прикрутил. Теперь тут чисто, аккуратно. Отсек заварочного устройства прибран. И можно, соответственно, ну, уже его еще немножко протереть кое-где. И ставить туда можно заварочный узел. Также, что было сделано дальше? Я сверху на кофемолку прикрутил отсек для зерна. Раз, два, и там три винты. Так, далее. Что я сделал? Вот, берем машинку, разворачиваем. Что мы здесь делаем? Вот шланг, который идет от входа бункера воды, ну, соответственно, в счетчик воды и так далее. Его мы подключаем. То есть, просто трубка силиконовая, давления в ней нет. Вот это разъем датчика воды. Вот я про него уже говорил. Вот он здесь на плате находится. Он подписанный. Значит, мы его подключаем к воде. Так. Вот таким вот образом. Не вижу, а вот вижу. Все. Проверяем на всякий случай. Там написано Water Level. Водяной уровень. Ставим эту стенку вот таким образом. Все, она встала на свои места. Практически. Щелк. Мы ее зафиксировали, эту стенку. Теперь мы ее прикручиваем. Вот здесь внизу есть отверстие, в которое вкручивается винт. Винт туда вкручивается. Черный, оксидированный. Это я уже помню. Но, опять же, если вы сомневаетесь, то можно руководствоваться этим видео, потому что я собираю машинку так, как она была собрана с завода. И, соответственно, винты все на свои места ставлю. Ну, либо фотографируйте самостоятельно, что и куда вкручивается. Все этим винтом я стенку зафиксировал. Ну, и, в принципе, это и все. Дальше, что у нас на эту машинку идет? Дальше сверху надевается крышка. Ну, вот она. Я ее пока одевать не буду. Она вся в грязи, ее отмывать надо. Она вот таким образом одевается. Прикручивается винтами. И потом сверху на нее же, на защелках, одевается вот эта уже декоративная крышечка. И мы имеем полностью собранную машину с замененным дренажным клапаном. Итак, ну, думаю, что пора уже с видео заканчивать. Оно получилось довольно длинным. В этом видео я показал, как меняется дренажный клапан в кофемашине Мелита, конкретно вот в этой модели. У нее треугольный бункер для воды. То есть, она такая довольно характерная визуально. Ну, поэтому не перепутайте. Видео, под видео, в ссылке, в описании я добавлю ссылку на башовский дренажный клапан и, соответственно, на оригинальный Мелитовский дренажный клапан. То есть, поэтому, кому какой клапан захочется, то можете такой клапан и заказывать. Вот. Ну, думаю, на сегодня на этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Ну, ожидайте новых видео. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok